Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше исследование, послание к римлянам. Сегодня мы начинаем 11 главу, в которой Павел делает заключение своего рассуждения о убии иудеях, указывая на два важнейших факта, которые являются уроками для нас, в значении нашей миссии. Отвержение буквального Израиля не является отвержением духовного Израиля, который состоит из обращенных иудеев и язычников. Это первое. Второе. Отвержение буквального Израиля не является окончательным. Иудеям по плоти также предоставлена возможность получить спасение, как и язычникам, через веру в Иисуса Христа. Сохраняя все это в уме, приступим к исследованию 11 главы. Он не имел здесь в виду, что когда наступит испытание для иудеев, как нации, они не смогут уже более получать спасение. Мы не должны так понимать, что он подразумевает под этими словами, так это то, что отныне он будет пребывать в другом доме, в церкви Христа, который будет созидаться из уверовавших как иудеев, так и язычников. Он забирает светильник от одних и дает его христианской церкви, которая будет преимущественно состоять из язычников, но в ней будет место и для иудеев. Другими словами, Павел говорит в этой части 11 главы, что отвержение иудеев не было всеобщим. «Отвергнуты были неверующие. Будет много иудеев, как это было и в прошлом, которые примут Иисуса Христа как своего Спасителя». Наилучшим примером этому может послужить он сам. Если бы Господь отринул иудейский народ, то и для Павла не было бы надежды, потому что он был еврей из евреев. Слово «никак» здесь означает «ни в коем случае». Откуда такая уверенность? Мы читали в 9 главе, помните, «но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля». Где доказательства этому? Сам Павел, который был обращен после побития камнями Стефана, после того, как произошло отвержение иудеев, как нации, единственно претендующие на то, чтобы быть истинным Израилем Божьим. И мы читаем в 11 главе 1 стих. «Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак, ибо и я, израильтянин, от семени Авраама, из колена Вениаминова». Так что, еще есть надежда для иудеев, говорит Павел. Затем он продолжает. «Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал». Опять же здесь говорится о верующих иудеях. Почему? Потому что спасение возможно только верующим. Всегда существует опасность потерять спасение по причине неверия. Как это было во дни апостола Павла, так это и сегодня. Павел откровенно говорил, что даже он, проповедуя другим, может оказаться отверженным. Мы читаем первое послание Коринфянам, 9 главу, 27 стих. «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». За каждым человеком всегда остается право выбора. Господь никогда не отвергнет того, кто верит. «Приходящего ко мне не изгоню вон». Иисус приглашает всех прийти к нему и найти покой. Каждый желающий может прийти. Бог не оставляет никого. Но если его полностью кто-либо отвергает, тогда, поскольку он не принуждает, у него нет другого выхода, как только предоставить такому человеку возможность идти избранным путем. Римлянам, 1 глава, мы читали с вами, 24 стих. «То и предал их Бог в похотях, сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». Об Израиле же говорит, Римлянам, 10 глава, 21 стих. «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». Итак, наперед знал. Здесь делаем небольшую паузу, потому что мы находим много смущения в наши дни с нашими категориями между предвидением и предопределением. Слово, которое применяет Павел, происходит от греческих слов, которые означают «прежде» и «знать». Поэтому Павел говорит здесь, что Бог не изгонит тех, кого Он знал заблаговременно, что они примут Его Сына, как Своего Спасителя. Он никогда не отвергнет Иудея, который скажет «Благодарю тебя, Боже, за твой дар Иисуса Христа». И он приводит пример, иллюстрацию из жизни пророка Ильи. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Ильи, как он жалуется на Израиля, говоря «Господи, пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Павел цитирует 3-ю книгу Царств, 19-ю главу, 10-й стих, 14-й. Кто это «они», о которых говорит Илья? Он говорит об иудейской нации, об Израиле, народе Божьего Завета. Он говорит Богу «Боже, разве ты не знаешь, что весь народ оставил тебя? Они стали Вавилоном, и только я остался верен тебе». Был ли он прав? Он был пророком, но был ли он прав? Нет. Почему? Он судил по внешним признакам. Может ли это быть примером для нас? Никогда не судите людей по их внешним признакам. Илья допустил такую ошибку. Он осудил весь народ, но каким был Божий ответ? 3-я книга Царств, 19-й глава, 18-й стих. «Впрочем, я оставил между израильтянами семь тысяч мужей. Всех с их коленей не преклонились пред Вавом, и всех с их уста не лабызали его». Пожалуйста, не забывайте, что в те дни мужи представляли не отдельные личности, но целые семьи. И таких семейств, которые не склонили колени перед Вавом, было семь тысяч. Кто был этот Вав? Вы можете сказать сегодня, «Я никогда не преклонял колени перед Вавом». Слово «Вав» означает «Господь», но это Господь, которого сотворил человек. Тогда что здесь подразумевается? Слово «Вав» означает, что мы делаем себя Господами и делаем себя, наш ум или наши дела, средствами спасения, заменяя этим спасение Божье во Христе Иисусе. Любая человеческая идеология – это Ваал. Либерализм в богословии – это поклонение Ваалу, потому что приверженцы либерализма сделали свой ум измерительной тростью истины. «Везде, где на первом месте я, люди поклоняются Ваалу». Но Бог сказал Илье, что у него есть семь тысяч, которые не поклонялись Ваалу, поклонялись только ему, Богу. Послушайте, какое определение дает Павел этим семи тысячам. «Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток». Кто принадлежал к этому остатку? Верующие. Есть две важные вещи, которые я бы хотел отметить в этом стихе. Нам необходимо иметь ясное представление о значении слова «остаток» в Новом Завете. Иногда мы придаем ему неверное значение. Мы утверждаем, что являемся церковью остатка. Что в Библии подразумевается под этим словом «остаток»? Слово «остаток», которое используется в этом контексте, а также в книге «Откровения» относится к тем, кто верны Богу и Его истине во время вероотступничества. «Израиль, как народ Божий, отступил от Бога в дни Ильи. Но среди них были семь тысяч, которые среди всеобщего отступления все же не преклонились перед Ваамом. Они оставались верными, потому что верили, что спасение зависит не от их дел, но от обетования Божьего в Иисусе Христе». Они назывались остатком, и они также были избранными по благодати. Сколько людей избрал Бог быть спасенными во Христе? Кто скажет? Правильно, всех людей, не только всех иудеев, но всех людей спасется же только остаток, верный Богу. Но Бог никого не принуждает, оставляя право выбора за человеком. Благодать Божия предлагается всем. Те, кто принимает ее, становятся избранными, и неважно, какого вы роду племени, хотя план спасения охватывает весь мир, все-таки с прискорбием констатируем, что лишь немногие из каждого народа и поколения примут его. Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток верующие спасется. Есть учение о предопределении одних спасению, а других к погибели, и оно не является библейским. Если спасение по избранию, то оно не может тогда быть по благодати. А благодать это дар Божий, который человек может принять или отвергнуть. Бог избрал всех людей к спасению, но если человек отказывается принимать этот единственный путь спасения, который Бог предлагает, то пожинает плод своего выбора смерть. Если человек отвергает Христа, то избирает смерть. Откуда я это знаю? Читаем 6 стих. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью, а если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. А без веры Богу угодить невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Что же искал Израиль? Они искали спасения, как и все мы. Почему же они не получили его? Могу я напомнить вам римлянам 9 глава с 30 стиха? Что же скажем? Яжичники, не искавшие праведности, получили праведность? Праведность от веры. А Израиль, искавший закон о праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо приткнулись о камень преткновения, как написано, вот, полагаю, в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий, верующий в него, не постыдиться. Они искали спасение через дела законно, и это стало причиной их отпадения. Язычники искали спасение через благодать и получили праведность от веры. Вот почему Павел говорит в 7 стихе 11 главы, что же Израиль чего искал того не получил, избранные же получили, а прочие ожесточились. Почему иудеи ожесточились? Далее апостол цитирует очень трудное место из Ветхого Завета, где сказано, что для Бога это не было неожиданностью. Как написано, мы читаем 8 стих. Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. Очень трудное для понимания заявление. Есть несколько подобных заявлений в Библии, которые очень трудные для понимания. Если вы буквально понимаете это заявление, то может сложиться мнение, что Бог дал им дух усыпления и закрыл им глаза и уши. звучит именно так. Есть еще место в Писании «Бог ожесточил сердце фараона». Есть также место в Ветхом Завете, где Бог говорит «Я сотворил зло». Когда люди читают подобное, то говорят «Смотрите, Бог достоин упрека, и Он несет ответственность». Нам необходимо понимать эти тексты в концепции понимания жителей Среднего Востока. Есть две вещи, о которых мы обязаны помнить. Первое, что Бог это правитель вселенной. Вы знаете, что это означает? Ничего во вселенной не происходит без его позволения. Очень много ужасных вещей произошло в этом мире. Например, Холокост. Мог ли Бог предотвратить это? Сатана искушал Адама. Мог ли Бог запретить Сатане искушать наших прародителей? Да, Он мог бы предотвратить все зло, которое произошло в нашем мире, но Он не сделал этого. Таким образом, Он что, должен нести ответственность за все это, потому что Он верховный правитель вселенной? Мы можем так думать, но в день суда каждая колено признает справедливость Божью, потому что там будет открыто, почему Бог допускал совершаться этим событием. В Библии сказано, что в день суда каждое колено преклонится пред Богом, включая и сатану, и признает праведность судов Божьих. Итак, Бог не ожесточает человека и не закрывает ему глаза и уши, как это было сказано об иудеях. Причина ожесточенных сердец, невидящих глаз, и неслышащих ушей была в их неверии. Павел пишет об этом, потому что Бог допустил это. Почему? Потому что Бог никогда не заставляет кого-либо принять его спасение. Спасение принимается верой. Затем Павел цитирует Давида, говоря о том же, другими словами, иудеи были все без исключения избранных спасению, но причина, почему многие из них погибли, в ожесточении их сердец. Вот почему Бог сказал, все оставляется вам дом ваш, пусть. Но было ли это отвержение окончательным? Нет. Читаем 11 стих. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Разве это не удивительно? О чем Павел говорит? Бог избрал всех иудеев к спасению, но многие из них отвергли это спасение. Что же делает Бог? Он берет их неудачи и превращает ее в добро. Каким образом? Двумя путями. С тех пор, как иудеи отвергли Евангелие, представилась прекрасная возможность возвестить его язычникам. Бог использовал это как средство прекращения проповеди Евангелия своими учениками только иудеям. Ученикам было сказано, теперь я посылаю вас к язычникам. Второе. Бог желал, чтобы проповедь Евангелия язычникам вызвала ревность у иудеев. Они поймут, что много потеряли и скажут, лучше нам прийти к Богу и принять его спасение. Удивительно, как Бог использует любой метод, только бы спасти нас. Он спасает нас только во Христе, но разными методами побуждает нас принять его спасение. Мир должен узнать, что для всех людей есть надежда. Вот почему Бог отобрал преимущество у иудеев и передал его язычникам. Вам, говорю, язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли я ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых уверовавших из них? В день суда Бог скажет иудеям те же слова, что Иисус сказал им однажды. Я сделал все. Я даже возбудил в вас ревность, чтобы вы приняли дар спасения, но вы не захотели. Таким образом, вы заставили меня оставить вас. И Павел использует прекрасную иллюстрацию о маслине. Читаем с 15 стиха. Ибо если отвержение их, примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. Если некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись пред ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться, хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою, не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божью, строгость к отпадшим, а благость тебе, если прибудешь в благости Божьей, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, которые не прибудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Попытаюсь объяснить значение этой иллюстрации. Это символика. Павел использует маслину как символ, чтобы объяснить истину. первое, кормем и соком маслины является Христос, потому что Он есть источник жизни. Он источник моей и твоей надежды, моей и твоей праведности, моей и твоей гарантией спасения. Природные ветви это иудеи, потому что спасение от иудеев. Иисус Христос сам принял человеческую природу как иудеи. Но эти ветви, которые представляют иудеев, разделены на две группы верующих, которые являются остатком, и неверующих, которые оказались неверными. Что Бог делает с неверными? Они являются частью Израиля, деревом Израиля. Бог берет ветви, представляющие неверующих, и отламывает их. Почему? Потому что на них нет плода. Что за этим следует? Он вместо отпадших прививает дикие ветви, которые представляют язычников. Таким образом, мы присоединяемся к Израилю и приобщаемся к корню, которым является Христос. Из второй главы послания к эфесянам мы знаем, что как язычники и эфесяне были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожниками в мире. Другими словами, безбожники или неверующие не имеют никакого отношения к истинному Израилю. Когда Христос пришел к Своим и Свои не приняли Его, то этим иудеи показали себя такими же безбожниками, что и язычники. В этом же послании сказано, что Христос пришел примирить с Богом как иудея, так и язычника, тем самым показывая, что неверие отлучило их от Бога. Далее мы узнаем, что общество израильское есть свое Богу и составлено из святых, которые примирились с Богом. Итак, мы читаем Ефесянам 2 глава 19 стих, Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Только такие израильтяне уже не чужие и не пришельцы. Обратите внимание, что Павел благословляет Божий Израиль, ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь, тем, которые поступают по этому правилу мир и милость и Израилю Божьему. Это благовестие согласуется, или это благословение согласуется с утверждением, что верующие суть сыны Авраама. Будем помнить об этом. Верующие суть сыны Авраама. Верующие и только верующие, независимо от того, иудеи это или язычники принадлежат к истинному Израилю. Да поможет и нам в этом Господь. Тастан нам такую же веру. Аминь. 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 Продолжение следует...